слава богу слава иисусу христу нашему спасителю господу братья и сестры дорогие друзья всех приветствую благоставляю именем господним именем иисуса христа с киева с парка киота здесь сегодня я вот по таким снегом прогуливаясь шаббатствую сегодня вот и готовлюсь к завтрашнему служению ну и сегодня будет эфир еще вечером с дьякона максимом и это наш служитель церкви и максим не все служение дьяконское добросовестно слава богу и завтра воскресенье среди прочих вот мероприятие запланировано рукоположение дьякона максима в иерее священники вот так вот так что друзья слава богу нас такое будет торжество еще завтра поэтому разделите с нами эту радость если вы в киеве то приходите на служение собрание саму литургию если вы не в киеве то у себя в церквях там где вы будете где вы есть передавайте привет от нас православных реформаторов обновленцев от реформаторской православной церкви христа спасителя от меня лично передавайте от архиепископа сергей журавлева и разделите с нами эту радость в молитве слава богу и конечно прошу всех молиться господину жатвы у нас молитва идет эти дни и я молюсь господину жатвы и прошу вас присоединяться к этим молитвам чтобы он выслал делатели на жатву свою жатву этого последнего времени и действительно без него мы ничего не сможем сделать лишь в нем лишь только он лишь только он господь спаситель наш иисус христос и он и тогда в древности высылал 2000 лет назад высылал своих делать или на жатву свою этого времени последнего и сейчас уже в двадцать первом столетии когда как говорится космические корабли бороздят просторы вселенной он тот же и он действительно ему вся слава по праву принадлежит и он высылает своих делателя на жатву свою призвание каждого верующего это считаю особый дар божий особая милость божья человеческому роду вообще когда бог призывает на служение когда бог благоставляет и вот призывает именно призыв этот он слышен в сердце человеческом это самое ну трогательное переживание замечательное переживание я это прекрасно понимаю как служитель как священнослужитель уже 30 лет вот исполняется в эти дни как раз 30 лет моему служению в этом таком видео обращение конечно сегодняшнем вот молясь прогуливаясь вот здесь по парку сейчас вот хочу записать это видео так или иначе вот посвященный как раз вот этому с одной стороны моему юбилею до 30 лет это не много и не мало уже достаточно время чтобы сделать какие-то выводы знаете ли до 30 лет тому назад как раз в эти дни начиналось мое служение полное как говорят или полновременное служение есть разные термины в разных конфессиях принятые то есть до того я помогал священнику одному из даже не одному но одному из священников я особенно помогал конечно служение это был прото и рей метро форнета прото и рей и англитович это было в лепешкина село лепешкина орловской епархии тогда орловско-брянской епархии назывался вот и и так получилось что этот священник как раз отец алексей отец и анд я помогал нескольким священником сразу скажу что и отцу алексей тоже но он был не не в лепешкина в лепешкина как раз был отец и анд и вот именно отец и анд хотя мне и отец александра отец алексей другие священники некоторые предлагали орловской брянской тогдашней епархии предлагали служение но знаете ли отклика не было в сердце вот но когда именно вот тот тот священник отец и англитович он когда предложил мне это у меня это в сердце отозвалось очень сильно но наверное еще потому что не в обиду никому будет и не в осуждении будет сказано но тогда вот это были восьмидесятые годы еще советский союз и к сожалению знаете ли не так что много было верующих священников даже анекдот такой был семинарский да когда на приходе там встречаются две бабушки одна другой говорит маня год нам батюшку нового прислали да ты что да год молодой красивый хорошо поет все хорошо даже верующий вот это даже верующие да сожалению этот анекдот я слышал православное семинария и к сожалению он не безоснователен правду матку открывал и открывает очень хорошо не то чтобы остальные были неверующие большинство не бы не были неверующими но их вера ну вера вере 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 вера вере рознь да думаю понимаете прекрасно все веру по-своему как достоевский федор михайлович говорил что все веру по-своему веру абсолютного атеиста он утверждал в природе вообще не существует абсолютный атеист это либо абсолютно негодяй либо абсолютно идиот любой человек он на что-то верит знаете ли даже в библии говорится даже бесы веруют и трепещут знаете ли вот и но есть вера живая вера божья вера преобразующая жизнь человека есть мертвая вера всякая вера есть знаете ли и вера вере на самом деле рознь и есть божья вера именно божья вера есть человеческая вера есть вера сверхъестественная есть вера естественная как бы природная такая и в библии говорите имейте веру божью веру преобразующую человека веру как уверенность в невидимом осуществление ожидаемого веру как действительно меняющий все сверхъестественное приводящие в это естественное сверхъестественный мир делаю я делая естественным в этом естественном мире и вот тот отец алексей опять-таки я все вспоминаю сразу извиняюсь несколько священников наших вот отец англитович он а знаете ли был хорошим священником действительно его вера она была преобразующая это очень важно несмотря на многие его заблуждения и это уже сегодня уже спустя вот 30 лет сегодня я уже это однозначно говорю конечно что уже имея опыт определенный и познание некоторые вот вникая в себя и в учении в писании занимаясь им постоянно уже дело некоторые выводы и вот анализируя свое служение и служение там другие священцы священнослужителей я понимаю что отец иоанн был искренним но заблуждающимся человеком во многом как чего греха таить и большинство нашего брата священнослужителя я имею ввиду в первую очередь нас конечно православных я имею ввиду за этих 30 лет служения как православный церковный служитель священнослужитель я тогда начинал я как чтец потом да и пел и читал на клиросе и подиаконствовал потом диаконствовал в конце 91 года стал священником и служил тогда как традиционалист как традиционный православный священнослужитель конечно сегодня уже да вот девяносто шестого года тружусь как реформатор как обновленец как евангельский православный служитель но сегодня понимаю что вот тех сети что ли такие пленительные сети многобожие идолопоклонство религиозного культизма что не так то просто из них выйти и просто и не одновременно но в действительности очень немногие вырываются из этого плена кстати здесь вот сейчас вот я получается на в этом парке киото он между станции метро лесова и метро черниговского сзади меня в той стороне там станции метро черниговская впереди передо мной сзади вас это станции метро лесова лесная вот и когда-то мы здесь снимали тоже квартиру 20 лет назад мы снимали квартиру в той стороне там это улица киото а дальше также идет вдоль но это идет уже улица как она малышка малышка вот и андрей малышка и вот на улице малышка мы снимали как раз возле метро черниговская мы снимали квартиру и преподавал я в той стороне там находится как сказать сейчас он да как им волокно раньше называлось сейчас не знаю как называется честно говоря в той стороне там раньше располагался библейский институт иисус навин библейская школа вечерняя сила божья другие библейские школы колледж святого якова сент-джеймс колледж тоже там арендовал помещение я там преподавал также в разные библейских школах там преподавал и я помню как как раз после одного из занятий ко мне подошел брат один верующий студент библейской школы который говорил что вот умирает одна женщина надо бы посетить ее она ну в наркомании много лет вот в алкоголизме блуде и погибает час вот реально погибает надо покаяться помолиться с ней вот привести к покаянию и вот я поехал послужить и вот помню как тогда конечно вот это переживание такое было знаете ли очень необычное переживание во первых страшное конечно переживание потому что я когда пришел в ту квартиру то знаете ли с этим студентом то было ощущение что там мертвое тело лежит очень давно разложившиеся но к ужасу моему эта женщина была жива она была как труп уже но она была жива она была вся она голая фактически была но и кожи на ней тоже мало оставалось уже вот и на ногах до кости прогнили ноги вот глотка провалилась там все было гнилое и только лишь глаза у нее шевелились и на одной руке пальцы шевелились вот и все что не работало весь этот ужас знаете как фильм ужасов только наяву и под ней кровать матрас или как назвать его как знаете ли памперс полный этого гноя крови страшно конечно вот почему такая вонище было там вот и когда приехал то меня там чуть не стошнило честно говоря вот слава богу что брат тот что привез меня он значит понял что я сразу был не в состоянии говорить вот и он значит знаете сам начал что-то говорить это женщине потом я уже смог как бы перебороть это вот тошноту это знаете ли переселить и не то чтобы принюхался но когда вот эта благодать приходит духа святого да то даже если вонище такая то и страшная картина такая то он ну все по-другому воспринимается совершенно одним словом мы молились эта женщина я первый раз в жизни видел молитву глазами больше ничто в ней не работало вот молитву глазами но даже не о том хочу сказать что было после того а после того вернулся когда здесь вот на малышке уже на квартире я мылся весь мне казалось я весь провонял этим крупным запахом вот и мысль такая на молитве у меня промелькнула было что вот слава тебе господи что я не такой как некоторые вот эти люди вот не был наркоманом пьяница алкоголиком значит там блудником там начистота и вот та женщина умирала от наркотиков и я понимал что она ну как говорят кончена наркоманка знаете ли и но слава богу она покаялась она слава богу покаялась перед смертью покаялся но но знаете ли вот это чувство вот это подлое такое чувство гордости религиозной превосходства какого-то что я не такой как прочие люди благодарю тебя господи как тот фарисей помните да он молился фарисей и мытарь иисус рассказывал притчу однажды и значит мытарь бил себя в глыб только он говорил боже прости меня грешника люб милости ко мне грешному вот а фарисей вроде бы правду сказал но это правда очень злая очень гордая очень плохая правда кстати вот в неделях подготовительных посту великому то как раз предпасхальному том как раз именно с чего начинается наше размышление рассуждение как раз именно вот как раз неделя материи фарисея эта неделя сегодня завершающиеся уже о блудном сыне вот я как раз на просто воскресенье неделю блудного сына я как раз читал из евангелии этот эпизод этот фрагмент из евангелии и как раз говорил об этом вот а завтрашние завтрашнего дня воскресенье начинается неделя о страшном суде хотя она в народной традиции церковной традиции православной она называется масляной или сырной или же масленицей и очень такая раздуль раздульная раздольная такая знаете ли веселая такая казалось бы беззаботная а знаете ли праздничная такая но в церковном календаре она называется о страшном суде вот потому как разгуль и осталось раздоль и осталось а вот знаете ли смысл потеряли люди вот это библейское понимание спасения само которое было еще в древней византии откуда мы христианство и приняли в старой древней византии как раз это учение библейское сохранялось о том что действительно верующий во христа не судится но перешел от смерти в жизнь вот и что действительно имеющий сын иметь жизнь вечную вечную то есть люди радовались тому что древности в брак византии радовались тому что на суд как подсудимые неприходимы верующие возрожденные свыше дети божьи а приходим как свидетели его это тоже волнительно конечно но волнение свидетеля вызываемого на суд и волнение подсудимого это два разных волнения совершенно неверующий невозрожденный свыше человек он обречен прийти однажды не принявший иисуса своим господом спасителем он обречен прийти однажды на суд как подсудимый и его волнение его волнение не позавидуешь судья не подкупен приговор уже в вечности произнесен знаете ли это конечно страшно но волнение верующего возрожденного свыше человека принявшего иисуса христа своим господом спасителем богом это другое волнение это радостное волнение видеть лицо любимого господа сладчайшего спасителя иисуса но это отдельная тема конечно да я об этом рассказывал не раз уже во время маслениц прошлых лет можете посмотреть видео ну и в прошлое воскресенье тоже об этом рассказывал можете посмотреть это видео тоже вот так вот и но гордость которая доверия религиозно это страшная вещь я к чему это стало рассказывать собственно то хочу как бы завершить то рассказывать дело в том что когда я вот так вот возвысил себя над той женщиной знаете ли наркоманка умирающих наркотиков это страшно бог гордо противится смиреном дает благодать когда верующие гордятся возвышаются над другими верующими или верующие над неверующими допустим с чувством каким-то религиозного превосходства то это очень богопротивно это очень гадко мерзко это пошло потому что бог любит всех и он хочет чтобы действительно все люди спаслись и достигли познания истины господь наш пролил свою кровь за всех и он действительно любит всех без исключений никого не исключая своей любви и весь мир он спас пролив на долгове свою кровь но это вот такие размышления тоже я как раз рассказывал о них и прошлое воскресенье как раз на служение на собрание здесь или но к чему я раз вспоминаю этот рассказ он немного тяжелого для меня для воспоминания но очень полезный и нужно считаю потому что тогда когда я уснул во сне я видел грязь после того как я напоминаю посетил женщину помолились потом дома уже вот так как бы мысль такая мелькнула такая превосходство религиозного конечно ее прогнал я каялся там был господь ну каюсь ну видимо внутри глубоко она мне понравилось потому что многие вещи мы не понимаем сами мотивы даже но где-то глубоко внутри отзывается порой этом где и и вот у меня видимо отозвалось потому что во сне я видел эту грязь бог показал мне эту грязь с которой он мне достал это очень страшная грязь я видел грязь религиозного оккультизма мракобесия многобожие идолопоклонства и поверьте но в глазах бога всемогущего в том сне я видел что моя грязь она еще более грязнейшая чем даже грязь наркоманов алкоголиков проституток грязь той женщины моя грязь она была моя грязь религиозного заблуждение всевозможного оккультизма она была очень страшная и бог меня достал с этой грязи в девяносто шестом году я это видел во сне и проснулся я каялся конечно в том что осуждал ту женщину даже хоть хоть немножечко насуждал хоть допускал мысль даже такую знать или свое превосходство хотя я и каялся в этой мысли конечно же отгонял ее но она во сне это увидел мотив он это мысли где-то глубоко внутри мне понравилось видео вот так вот мы сами порой себя не знаем если бог нас не откроет нам самих себя не покажет нам самих себя вы даже и самих себя то не знаем толком не то что что-то еще вот так вот слава богу за откровение то и во сне увидел самого себя нутро вот так вот и кстати вот вчера когда снег выпал ценю снова снова снегопад прекрасное время не так часто сейчас зимами бывает снег особенно здесь в киеве но вместо писания вспоминается из исаи пророка как раз где говорится что бог очистит нас белее снега слава богу я приехал не было снега как-то так грустновато было я приехал стул и в туле много снега вот в россии но счет в туле непосредственно приехал пабло бакар как раз там сюда вот на лесовую вот попутной машиной и потом эти дни думаю ну как-то немного так зима без снега как-то грустновато уже привык уже всем зима был был снег и вот слава богу выпал снег и такое хорошее переживание и сегодня тоже вот с утра смотрю да снег вышел на улицу погулять помолиться снег в этом парке люблю молиться прогуливаясь вот и знаете друзья бог какие бы ни были наши грехи какие бы они не были страшные даже слюю вы так страшно впали в эти в эти в эту грязь как я знаете что даже для таких отчаянных грешников как я есть надежда есть вера есть любовь я испытал эту свою жизнь и испытываю благодарю бога что бог простил мои грехи спас меня по богатой своей милости благодатью и это не от меня чтобы я не хвалился чтобы никто вообще не хвалился бог всех нас спас по богатой своей милости дал нам жизнь вечную дар свой возьмите за грех это смерть а дар божий жизнь вечная во христе иисусе господи нашим это действительно чудо божье благодарю бога за это вот а то грязи знаете то что я увидел тогда во сне это было в девяносто восьмом году как раз да получается 20 лет назад уже мы жили здесь в киеве как раз на малышке лежали и знаете то что видел во сне тогда мне-то до сих пор помогает во первых не гордиться а где-то начинается мысли какие-то такие прилетают шины и такие знаете ли горделивости религиозные какой-то я вспоминаю с чего меня бог достал отчего меня он спас и знаете просто сердце переполняется любовью радостью и смирением глубочайшим смирением перед ним я знаю что бог его любовь она распространяется на всех нас перед ним на самом деле все мы равны в этой любовью его святой и своей любовью он объявляет весь мир свою любовь он доказал он не просто на словах нам библейские слова каких-то показал нам свою любовь он действительно доказал нам свою любовь по всему роду человеческому ко всей вселенной доказал свою любовь пролив свою кровушку за нас отдав свою жизнь за нас отдав сына своего иисуса на голгофу на кровь на крест гроб воскресив сына своего иисуса христа из мертвых отец наш сущий на небесах да святится имя его иегова великий наш бог любящий отец наш он действительно показал нам силу воскресения и доказал нам силу воскресения своего и то что христос воскрес это действительно величайшее чудо и я воскрес воскрес он воскрес и мы воскресли с ним величайшее чудо сегодня в нас совершается верующих слава богу да друзья и в своих семинарах в лекциях я конечно рассказываю проблемы религиозного культизма это в частности вот молитва за упокой почитание мощей и прочей мерзости икона почитания почитание крестов икон страшный грех велопоклонство разделяющий человека с богом рассказываю о многобожии которым я так вот емко называю как раз именно то что сегодня в христианстве происходит сплошь и рядом в нашем православном в частности христианстве сплошь и рядом происходит то есть когда люди помимо единого и неповторимого посредника между богом и человеками пытаются искать других посредников и молятся наивно полагая одурманенные многовековой религиозной ложной пропагандой молятся к Марии к матери иисуса христа называя ее богородицей царицей небесной и прочими титулами совершенно небиблейскими антибиблейскими неразумными совершенно не божьими она матерь нашего господа спасителя но ни в коем разе не богородица и не царитель небесный и прочее все что и физическим богиням относилось но это об этом я рассказываю подробно в семинарах своих о культе святых и Марии и все это религиозное многобесие оно наверное имеет одну цель лишь отвлечь людей от бога от спасения убрать людей от искупителя взгляд в человека убрать от самого иисуса христа этот эти ереси все да и все остальные прочие но эти особенно ереси они имеют целью отвлечь людей от искупителя господа иисуса христа от спасения знаете ли это печально что миллионы и миллионы людей идут этим путем я сам шел этим путем я сам шел тогда 30 лет назад не только хорошее вспоминаю но и к сожалению много плохого вспоминаю тоже вспоминаю то как я научился тогда 30 лет назад научился искренно молиться к богородице к святым умершим другим искренно научился почитать почитать мощи почитать кресты и иконы целовать их ставить перед ними свечки через них как бы молиться к Богу как я полагал через образ на первообраз как нам промывали мозги в семинарских лекциях печально это все конечно и как в той песне поется представить страшно мне теперь что я б не ту открыл бы дверь не той бы улицы прошел тебя б Иисус не встретил не нашел и слава Богу что в девяносто шестом году моя жизнь очень радикально изменилась и Бог вернул меня к слову своему к Библии святой к живому слову своему и это преобразило меня преобразило мою жизнь и преображает я очень Богу за это благодарен написано в Евангелии от Иоанна в 8 главе 32 стихе и познайте истину и истина сделает вас свободными я благодарен Богу что я стал учеником Его и вникаю в себя и в учение и занимаюсь им постоянно благодарю Бога что истина Его меня освободила Его истина меня освобождает Его истина меня оправляет Его истина меня вдохновляет Его истина Божья святая истина меня зажигает святым Божьим огнем настоящим не теми фальсификациями на Пасху там в храме гроба Господнего мол там сходит огонь там где-то мало ли где какой сходит огонь а мне что с того мне как верующему правоставленному христианину что с того да ничто что в лоб что в полбу все в бесполку пока огонь Божий не зажжется внутри сердца человеческого так и будет как у Кушкина там там чудеса и всякая пакость бродит но настоящее общение наше должно быть не с бесами я это понял за этих 30 лет служения своего как православный церковный священнослужитель я понял очень важную истину и этой истиной делюсь и сегодня делюсь с вами что наше общение не с бесами нет общения с бесами да общение с Богом да общение с Духом Святым наше общение должно быть действительно с Духом Божьим Духом Святым и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и и общение нашего Святого Духа прибудет со всеми нами аминь вот именно вот это вот завершающее общение Святого Духа пусть оно действительно будет со всеми нами не общение с бесами там сказано нет нам не нужно общение с бесами нам нужно общение с Божиим Духом Святым А чтобы иметь общение с Божьим Духом Святым, надо взирать на начальника веры и совершителя веры, Иисуса Христа. Надо вникать в учение Божьего Слова, вникать в себя. Слава Богу, дорогие друзья, благоставляю всех вас, возлюбленные братья и сестры. Вот в таком размышлении сегодня. Благоставляю вас благословением священников, каэнов, благословением Ароновым, благословением, которое Бог дал в Священном Писании. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с парка Киота, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Сегодня у нас суббота, шаббат, так что шаббат шалом, друзья. Господний день сегодня, день покоя, наслаждения, пропитывания Богом, святым. И сегодня у нас 25 число, месяца Шват. Завершающий шаббат, месяца Шват. Шаббат, месяца Шват. Вот. И сегодня, ну а в гражданском, да, и на календаре 5778 год, если считать отцетворение Вселенной, отцетворение мира. Вот. А в гражданском нашем летоисчислении сегодня 10 число февраля 2018 года. Пусть Бог благостает всех вас, дорогие друзья. До встречи и на земле, и самое главное, на небеса. Да, ну и по скриптам, воскресенье, жду всех, кто досмотрел видео до конца, не поленился, то жду вас в воскресенье на служение. Станция метро Кловская, здесь в Киеве, станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это предприятие УТОС, 4 этаж. Входите через проходную и поднимайтесь лифтом на 4 этаж. С 9 утра наше арендное время, завтра, до 19 часов. Вот. И следующую неделю уже я проповедую в городе Львове. И буду там неделю. Так что буду проповедовать и у баптистов, у писятников, у харизматов, разных очень верующих, разных собраниях. Я очень люблю бывать в разных собраниях. По-разному славят люди Бога. Но главное, от чистого сердца, искренне. Вот. И славят именно нашего Спасителя Иисуса Христа. И ведь ни в ком другом нет спасения. Нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Аминь. Севера апостольская, севера христианская. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует...